ГОСТЬ РАЦИИ 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 Для нас это очень важно. Со стороны Европы проходит множество акций постоянных в разных странах, не только Европы, а вообще всего мира, акции солидарности. Вообще не только с анархистами, анархистками в Беларуси, но и с всем белорусским народом оставшим. Также анархистами, анархистами в Европе и других странах ведется сбор денег, например, на различные фонды. То есть анархисты включаются в солидарность и активно в этом принимают участие. А кольки зараз анархистов и антифашистов знаходятся у турэмным заняволени пасля падзеяў президентских выборов 2020 года? Игорь Банцарь, так же как анархисты были задержаны и брошены в тюрьмы Александр Канскевич и Марк Прабкова. На данный момент это список заключенных анархистов и антифашистов в Беларуси. Некоторые из них проходят по статьям, четверо из них проходят по статье «Терроризм», так званая четвёрка белорусских партизан. Это Игорь Ледневич, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Рязанович и Сергей Романов. Остальным же инкриминируют более популярные статьи, такие как участие в массовых беспорядках и действия, которые грубо нарушают общественный порядок. Отдельно хочу сказать про Немикола Дзитка. Его пытали, не только его пытали, на самом деле пытали также Францискевича, Александра и, возможно, других. Немикола Дзитка пытали, была информация об грозе его жизни. Ну, то есть на данный момент, не знаем, как это будет дальше развиваться, но он действительно находится в опасности, его жизнь уходит в опасности. А те можем и сказать, что до анархистов у местных зневоления заусёды применяются некие особливые меры уздеяния, сходящие из их идеологичных переконаньев. Ну, в принципе, такие меры к анархистам применялись всегда на протяжении вообще существования всего этого режима, последние, по крайней мере, больше 10 лет. И то, что сейчас общество как бы проснулось и увидело вот эту вот жестокость полиции, это не значит, что как бы сейчас жестокость поднималась на уровень там 100 баллов. Она всегда была такой. Просто сейчас она охватила больше площади, так скажем, больше людей столкнулись с этой жестокостью. Но к анархистам такая жестокость поменялась всегда, и всегда создавались какие-то невыносимые условия для пребывания в тюрьмах. Можно прочитать даже те же самые книжки Игоря Оленевича «Еду в Магадан», либо прочитать Николу Дитка «Фарго параллельно рассвету». Они там все прекрасно описывают, как это происходило, и как они сидели в эти сроки. То есть из этих книг прям видно, что режимом создаются все невозможные условия для пребывания в тюрьме именно участникам и участницам анархистского движения. А як можна да помах чызня воліным у тюрьмах Беларуси зараз? В первую очередь нужно распространять информацию как можно шире о том, что есть полицзаключённые. Вообще, в принципе, не всех анархистов правозащитной организации признают полицзаключёнными. Нужно понимать, что у всех разные критерии признания людей полицзаключёнными. И списки на анархистском чёрном кресте могут отличаться от списков на той же весне, например. То есть нужно распространять как можно шире. Конечно же, писать письма заключённым – это очень сильно помогает заключённым. Ну и если есть возможность помогать финансам, например, родственникам, и это тоже будет хороший вклад в помощь. А як можна распознать анархистов на акциях протестов у Беларуси? Ну да, обычно анархисты выделяются на акциях протестов. Как правило, мы выделяемся визуально. Мы обычно закрываем лица, одеваемся в тёмные тона, преимущественно чёрные. Часто у нас есть самбо – это коллектив ритмов сопротивления, которые играют в барабанные ритмы на протестах. Но, в принципе, также мы отличаемся, конечно же, своими лозунгами. Не всегда, но, например, мы не поддерживаем каких-то националистических или националистических, или партнертических лозунгов, потому что мы являемся интернационалистами и космополитами. В принципе, сейчас, на данный момент, большинство лозунгов и большинство каких-то плакатов, они схожи с общепротестами, потому что сейчас протест перешёл во дворы, а это именно то, чем занимаются анархисты. Дворовое движение – это вообще ячейка анархического общества. Дворовые собрания, дворовые ассамблеи. Ну и, конечно же, у нас всегда будут чёрные флаги. Анархисты всегда используют только чёрные флаги, чёрно-красные, чёрные филеты и т.д. Нет, мы не поддерживаем этого лозунга, несмотря на то, что сейчас он стал общепротестным. И, в принципе, у нас есть толерантность к этому лозунгу. Мы считаем его каким-то агрессивным, но, тем не менее, мы не поддерживаем этого лозунга, потому что он националистичен изначально. И для нас важно, чтобы жила не только Беларусь, но жил вообще весь мир. И для нас не существует границ. Поэтому мы не поддерживаем этого лозунга. Но, в принципе, мы не относимся агрессивно к людям, которые его используют. Потому что сейчас мы понимаем вообще прекрасно, что вообще и Беларусь, и жиле Беларусь лозунг используют просто сейчас все люди в Беларуси. И мы не считаем, что его используют какие-то националисты только исключительно. Это стало общепротестными атрибутами, такими для нас это нормально. Но сами мы этого не используем. Так само, сярод, задач анархичного руху Беларуси и где размова про то, как ободновить анархичную федерацию Беларуси? Тиможна пару словов про то, в какие периоды она исцнавала? Чому зникла и какое мытое и одновление зараз? В нулевых годах существовала такая организация, как Федерация анархистов Беларуси, сокращение ФАП. В принципе, это не была какая-то жесткая организация с членством. Это была просто федерация всех анархистских групп, анархистских индивидуумов, анархистов отдельных. Она существовала несколько лет, но потом она просто сама себя изжила и постепенно развалилась. Думали о том, чтобы воссоздать какую-то подобную организацию, чтобы консолидировать бывших тоже товарищей. Ну, это на самом деле просто такие еще незаконченные планы. В факте, когда не было такой жесткой организации, как в которой был жесткий манифест. То есть это была просто федерация, которая объединяла разные группы людей. А что такое анархичный профсоюз и в чем я гугалу не одрознене, а тих профсоюзов, которые существуют в Беларуси зараз? Анархистские профсоюзы – это низовые профсоюзы. Мы хотим создавать профсоюзы, где будут решения приниматься непосредственно самыми рабочими, а не бюрократические анархистические профсоюзы, профсоюзы прямого действия. То есть не будет какой-то бюрократической писания наверх. Рабочие будут непосредственно на местах решать, что делать, будут непосредственно бастовать. И будут писать кому-то наверх просьбы разрешения забастовки, а просто будут бастовать. Такие писания прямого действия, не бюрократические профсоюзы. Это достаточно сложный процесс, но мы можем начать сейчас уже закладывать эти принципы, потому что народ сам, в принципе, начал закладывать видео во дворе, начался сам организовываться, договариваться. Это первый шаг к тому, чтобы строить общество прямой демократии. И я думаю, что сейчас мы можем заложить принципы, а дальше будем бороться и бороться. Не важно, с каким режимом, но мы будем бороться за все это будущее, за будущее без власти, но на данный момент, я думаю, что это пока что далеко от перспективы.